У каждого из нас есть интересная история из жизни, но не каждый готов рассказать ее людям. Сегодня у меня в гостях Валентин Фокин, человек, с которым, возможно, вы уже знакомы, ну а если нет, то это отличный повод для того, чтобы с ним познакомиться. Сегодня он расскажет свою историю, от которой я, мягко говоря, был в шоке. Также, если вы хотите видеть откровения со мной, то ставим 5000 лайков на этом ролике и уже, возможно, в одном из следующих роликов я расскажу кое-какую правду о себе. Меня зовут Александр Жучкин, приятного просмотра. Всем привет, меня зовут Валентин Фокин, я являюсь видеоблогером. У меня есть несколько каналов, один из них в Джобователе, на нем больше 3 миллионов подписчиков, второй, мой именной Валентин Фокин, на нем почти 900 тысяч подписчиков. Сегодня я расскажу вам о части своей жизни, которая была со мной в Приозерске, а именно расскажу вам о том, как я побывал в Баптистской церкви и просуществовал с Богом 2 года, достаточно в близких отношениях. Именно об этом я сегодня и буду рассказывать. До того, как я переехал в Санкт-Петербург, я жил в маленьком городе Приозерск, это Ленинградская область, мне было, наверное, лет 12, когда я познакомился с Баптистской церковью. Привел меня туда мой дядя, дядя Леша. Он был жутким алкашом и познакомился с девушкой, которая была из церкви. И он в один день взял и обрубил свою тягу к алкоголю, к тому, что он курил сигареты, не знаю, чем он там еще баловался. Может быть, и что-то было еще, он не рассказывал. Но в любом случае он в один день просто избавился от всех вредных привычек и стал достаточно приближенным к Богу, по крайней мере, так казалось, со стороны. И он, естественно, как и все верующие, начал проповедовать, скажем так, силу Христа и пригласил мою маму вместе со всеми нами в церковь. Вот. Мой отчим сразу сказал нет, потому что у него очень негативное отношение к церкви. Вот. Я не очень хорошо отношусь к православной церкви, потому что у меня есть очень такие яркие детские воспоминания, когда я приходил со своей бабушкой в церковь, и мы стояли на коленях. Я мелкий, мне это не нравится категорически. Я не понимаю, зачем мы это делаем, никто не объясняет. И просто стоять на коленях перед иконами, но я считал то, что это не совсем для меня. Даже в том маленьком возрасте, когда это происходило со мной, я решил то, что в церковь я больше не планирую ходить. А тут баптистская церковь собиралась церковь в больнице, потому что у них сгорело здание их, не знаю, каким образом. Но, в общем, здания не было. Они арендовали один из кабинетов в больнице в нашей областной. Вот. И по воскресеньям мы проводили там собрание. Не знаю, знакомы ли вы с термином баптистская церковь, и что вы знаете вообще о ней, но это достаточно современная такая штука. Это если вы видели фильмы, где пляшут афроамериканские люди, собирают десятины, все поют хором, современные песни такие все. Вот это вот оттуда. Выходит пастор без рясы, то есть простой человек, и начинает проповедовать, говорить о том, что Бог – это сила, как Он помогает и так далее. Все поют песни, все на позитиве, просто невероятно. То есть это жуткий контраст между православной церковью и баптистской – тут просто невероятная пропасть. И я могу сказать так, кто придумал баптистскую церковь – не идиот. Это сто процентов. Потому что как привлечь более-менее современную публику, современных прихожан, вот, современным подходом. Это действительно очень круто, когда ты приходишь куда-то, и ты разряжаешься не тем, что ты молишься, только молишься, молишься сам в себе, но, может быть, перед тобой какой-то хорал, и вы все с покрытыми головами и так далее. А ты получаешь удовольствие от нахождения в церкви. И вот баптистская церковь – это именно об этом. То есть, когда ты приходишь туда, все друг с другом здороваются, все на позитиве, у всех все классно. Очень много молодых, просто невероятное количество молодых. Было очень много ребят моего возраста, и все дружили, все было классно. Я пел в хоре, играл на бубне. Это было очень забавно. И песни, которые мы пели, я до сих пор помню некоторые срочки из того, что мы пели. Там было так. Иисус камень мой, и на нем я построил свой дом. Шуба-дуба, ваб-дуба-дуба. То есть, вот в таком стиле проходит собрание, проходит служение. Это круто. Это прям вот невероятно круто. Так вот, мы собирались три раза в неделю, плюс-минус. Естественно, со временем я становился все более, скажем так, набожным. Я прям очень много ходил. Вначале мы ходили вместе с моей сестрой. Мама сразу же отвалилась, потому что отчим мой муж моей мамы был против. Вот, сеструха какое-то время ходила, а потом тоже отвалилась. А я продолжил ходить в эту церковь. И проходил я туда два года, как я уже ранее говорил. Субтитры сделал DimaTorzok Небольшая предыстория. До того, как я попал в церковь, у нас случилась, скажем так, трагедия. Даже дважды. У нас сгорел дом, так как мы жили в частном доме на две семьи. В одной, в соседней квартире, скажем так, в соседней половине дома за неделю до Нового года произошло короткое замыкание. Это было суббота. Утро. По субботам в Приозерске практически никто не работает. Вот. И произошло короткое замыкание. И хозяин квартиры решил затушить это водой. Естественно, пошло возгорание лютое. И я помню то, что я проснулся в 10 часов утра, открывая глаза, дым, просто вот, ну, метр от пола нету дыма, а все остальное заволокло дымом. Если бы я спал чуть выше, то, скорее всего, я бы задохнулся. Я просыпаюсь, встаю, не понимаю, что происходит, выхожу из комнаты, одновременно выходит мать. Мы выходим на крыльцо, смотрим на крышу, на шиферная крыша, и она уже начинает стрелять, то есть там прям как вулкан, то есть там горит просто невероятно. Мы кое-как успели там забрать документы. Нам помогли в школе, в моей, собрали по всем ученикам одежду, которая была. Мы переехали, нам дали от маминой работы другую хату, тоже в деревянном доме, и она спустя полгода тоже сгорела. То есть мы переехали в общагу, и представьте себе, парень, который ходит в одном и том же свитере год или два, еще и набожный очень, проповедует всем подряд. Это такое серьезное сочетание, то есть очень тяжело с такими людьми находиться в обществе. Я вам могу с уверенностью сказать, что со мной в обществе было тяжело, потому что я пытался всех вокруг себя поменять. Так вот, предыстория про дома была не просто так. Пока мы жили в общаге, мы начали отстраивать свой дом на месте там, ну, на нашем участке, рядышком с пепелищем, мы строили дом. И наступил момент, когда нужно было возводить стены, и нужно было успеть это сделать до того, как я пойду в школу, потому что, естественно, основным рабочим был я, потому что я не работаю, лето, я там кладу кирпичи, я там все делаю, всем занимаюсь, штукатурю делаю. Вот, естественно, у меня больше всего времени, я всем и занимался. По воскресеньям и субботам, когда у всех выходной, мы там вкалывали всей толпой. Вот, но, естественно, мои похождения в церковь происходили по воскресеньям с утра, и мой отчим, дядь Саша, сказал то, что нихрена, Валя, ты не будешь ходить в церковь, мы должны построить дом, ты должен где-то жить. И я начал пропускать церковь, и я не ходил в нее месяца два. Вот, и спустя, как только мы поставили крышу и зашили ее, как только мы защитили, скажем так, стены и внутренности дома от попадания влаги, я пришел вновь в церковь и пошел на свое место в хор сразу, ну, как обычно, как обычно, куда я обычно и хожу. Вот, и мне один из участников хора такой, стоп, 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 а куда это ты пошел? Тебе туда нельзя. И я такой, хоп, мне щелчок. В смысле? Он говорит, ну, как бы ты не ходил, тебе туда нельзя. Ну, типа такое, наказание. Я им объясняю то, что так и так, мне нужно было строить дом, но я же не по своей воле просто так решил не ходить. В итоге, короче, меня, скажем так, отлучили от хора. Это был для меня лютый удар, потому что я любил петь, я даже писал православный рэп, то есть, ну, было очень много всего, поверьте мне, это, знаете, я вспоминаю это, я помню, я написал православную, это нельзя было назвать стихом, это был рэп на 4 альбомных листа в клеточку, в каждой строчке, очень длинные строчки, и я все это читал всем. Понимаете, да? Это, это, я вспоминаю это, это было ужасно, это было ужасно, но, естественно, все хлопали. Короче, я разочаровался не в церкви и не в боге, которого эта церковь представляет, я разочаровался в людях, которые, скажем так, вкладывали в меня то, что ты должен быть терпимым, то, что ты должен быть правильным, ты должен прощать, ты должен прощать. Подставь, там, другую щеку, пожалуйста, если там тебя кто-то обидел или ударил, будь добр, ты, ты проводник света. Как только я ушел из церкви, тут понеслась. Скажем так, святое место пустое не бывает, и отсутствие церкви и бога в моей жизни, вот это вот место, где было все это, заполнилось сразу же алкоголем, курением. Я начал курить зачем-то, не знаю, хотя мне это не нравилось. Вернулись все вредные привычки, естественно, сразу же. Но, честно, мне такая жизнь нравилась больше. Скажем так, посоветовал бы я кому-нибудь обращаться в баптистскую церковь? Ну, не то чтобы. Не то чтобы. Вы можете все сами изучить, и если вы верующий человек, то вам не обязательно ходить в церковь. Как говорится, церковь там, где есть вера, и если ты веришь, то церковь вокруг тебя. Поэтому я не вижу в этом смысла. Если вам нужен стимул, потому что церковь в первую очередь это стимул, то есть для меня церковь, баптистская церковь, это как сходка анонимных алкоголиков. То есть люди, нуждающиеся в помощи, приходят и питаются друг другом, чтобы не сорваться. Это примерно так и есть на самом деле. Вот тут, то есть тут в первую очередь не вера, как вера, да, в общем понимании. Это как стимул для самого себя. И если вы в этом нуждаетесь, то да, церковь классное место, где можно помочь себе, где можно поддержать других, таких же нуждающихся, в помощи, в вере, да, то есть это такой инструмент. Это хорошая вещь. Действительно хорошая. И там нет ряженых попов, нету, нету, короче, той жести, которую мы видим в православной церкви. Вот. Но там все тоже присутствует. Но немножко под другим углом. Вот так. Только что вы посмотрели новую серию моего проекта «Откровения». И если вы не подписаны на канал, то рекомендую вам прямо сейчас это исправить. Меня зовут Александр Жучкин. Не забываем, что если это видео набирает 5000 лайков, то в одном из следующих роликов я расскажу свое откровение. До новых встреч, друзья. До завтра. Пока.